немного о канале есть конечно такие интересные веки которые говорят о том что что-то делается ну вот например что касается канала то дело подошло что уже 5000 подписчиков это мало но тем не менее тем не менее какая-то для меня лично веха хочется сравнить с проданными книгами которых несколько десятков миллионов но как говорится это разные весовые категории поэтому просто хочется но надо смотреть как говорится правде в глаза значит чем я на канале занимаюсь вот я как раз 870 видео выложил посвященное целебной кулинарии то есть канал был вообще-то но задуман в нескольких направлениях в том числе чтобы целебной кулинарии отводилась большое место запись идет издержка профессии Очень сильно у меня слипает, да, я в парте первую. Вот раз так у меня слипает. Раз, может быть, мы по-другому ставили. А, у нас же сверти точно. Олег, Олег. Вот с этой? О, да. Вот она. Может быть тогда вот это подпитит? Да. Света белого не видишь. Ты там махлый. Ноги и грушки такие. Сейчас подберу. На, 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 на. Что-то выбирается. Да, да, да. Ты не на ту перекручил кнопочку, верхнюю кнопочку на низ, на низ. Вот, а теперь все давай. Вот, ты-то можешь, может, ослепить твой. Сделаем. Теперь не слипит? Ага. Да, нормально. Значит, 20, 45 будет, да? Давайте попробуем. С Богом, да? Да. Сегодня у нас в гостях Танюша Лавич. Она человек творческий. Постоянно приходится вести концерты, участвует на различных мероприятиях. Да, в телевизионных съемках. Это правда. В общем-то, артистка. Артистка. Вот в чем заключается твой завтрак? Не в бровь, а в глаз. Да. Буквально вчера вечером я приняла решение, что все белковые диеты, конечно, прекрасные. Они действительно помогают мне снизить объем. Но если я не съем овсянку. Угу. Оливуду, да? Да. И именно вот почему-то овсянку, не знаю, что я себе придумала. Ничего хорошего из этого не получается. Я себе вчера сказала, так, Таня, а теперь ты придумываешь себе свою собственную диету. А? Да. И в этой своей собственной диете ты обязана съесть эту овсянку. И я ее просто заливаю водой и разрешаю себе добавить туда ложку меда. Ну, потому что день по-другому уже строится. Если ты начинаешь с этого вареного яйца с кофе. А почему кофе? Ну, во-первых, кофе разрешает диету. Во-вторых, я очень люблю кофе. А-а-а. Вот она. Кофе разрешает диету. Да. Вот она, кажется. Да, да. И вы знаете, я смотрю на Танюшу и мне ее становится действительно жалко. Вот. Вот различные диеты. И диета разрешает кофе. Но вот мы как раз и говорим о нашей целебной кулинарии. А полезно ли это будет или нет? Смотрите. Однообразная белковая диета постоянно, она дает повышенную нагрузку на почки. Да, с помощью ее вроде как тело станет, потому что усиливается обмен веществ, так называемое специфическое динамическое действие пищи, так называемое. И на переваривание усвоения белка уходит энергии больше, нежели как на любой продукт. Спасибо тебе, я знаю. Это же, понимаете, если человек съел углеводы и съел какую-то жирную пищу, она может откласться у нас в жир, что как бы не особо хорошо, но тем не менее накапливается. Если мы переедаем белковую пищу, белковая пища не накапливается у нас в организме. И знаете что? Она выводится, идет повышенная нагрузка на почки. Более того, если о почке у нас определенное количество только могут выводить мочевины и азота, тогда начинают откладываться вот эти мочекислые соли по различным суставчикам. И раньше у богатых людей что было? Была подагра. У бедных не было, у богатых было. То есть богатых хорошо питались и у них подагра не было? Да, они постоянно ели мясо, потому что считали вот так мясо, кофе, там допустим пироги еще там какими-нибудь. Геннадий, разрешите вопрос. Да. А что, вы против кофе? То есть там нет целебности никакой? Ну, в кофе, конечно, какая-то целебность есть, но вот эти все стимуляторы, я считаю, они работают так, чтобы что-то выкидывать из организма. Не столько отдать, сколько взять. А вот сейчас я как раз поговорю о том, как приготовить действительно целебный завтрак, а еще больше. Я сейчас знаю, что когда приходишь с работы, там вообще часов двенадцать, наверное, окончается все это мероприятие. Голодное, приходишь домой, хочется покушать и тут уже не до диеты ешь там все подряд. А потом тяжело. А потом и вес растет. И как же все это соединить в одном питании, чтобы у нас не рос вес, мы чувствовали себя великолепно, да еще и здорово выглядели. Так же? Конечно, очень хочется, потому что если, допустим, мероприятие начинается у меня часов в семь, естественно, на площадке я часов в пять. Значит, то есть дома я выезжаю, в зависимости от пробок, бла-бла-бла, ну там в три полчетвертого. Я говорю, что есть я до этого не могу, то есть я позавтракала, может быть, чего-то я там в обед перекусила, и все. И потом вот это на ногах все это переносишь. Да, до года двенадцать приехала, чуть-чуть тебя это напряжение отпускает, и такая, опа, а что же я буду есть? Ну, как говорится, не все проекты бывают успешные. Он был, этот проект для меня самый дорогостоящий, но хорошо, что это было в тринадцатом году, когда у меня были средства. Здесь и квартира снималась за сто шестьдесят тысяч в месяц, и это примерно в течение года, наверное, было. Вот, платилось по восемьдесят тысяч моим, ну, он говорит, работникам, которые мне помогали делать, в основном их было двое, ну, кое-кто еще приходил. Ну, и я считаю, что сделано было на достаточно высоком профессиональном уровне, который не уступает другим для того, чтобы это все показывалось на телевидении. Ну, проект не пошел, и поэтому, чтобы, он говорит, вообще не выбросить этот материал, я его решил вот как раз-то разместить на своем ютубовском канале. Вот, ну, не пошел, не пошел, что поделаешь, как-то к этому делаю, я уже потихонечку остыл, хотя вот поглядывая на те кадры, когда все это делалось, ну... Сегодня у нас в гостях о целебной кулинарии заслуженный артист России Карен Аунисян. А сам он, знаете, как себя называет? Артист-юморист. Ну да, артист-юморист. Всем сразу ясно и понятно. И в этом сущность человека. Он не хочет выделяться, но в то же время он хочет показать свой веселый нрав и свое легкое отношение к жизни. Все правильно, Геннадий Петрович. А вот с чем вы к нам пришли? Я вижу тут мясо. Геннадий Петрович, я хочу сегодня вместе с вами приготовить замечательное блюдо. Я скажу, у меня есть свой такой, знаете, корыстный интерес, потому что это мое самое любимое блюдо. Называется оно хашлама. А что оно в переводе означает? Ой, в переводе я, честно говоря, не могу перевести. Я знаю, что это старинное армянское блюдо. Хорошее было время, хорошее было время, творческое время. Задумка была очень хорошая. Значит, 870 видео сделано. Я думаю, где-то до 1000 отснять видео. Еще раз повторю, что это канал не только о целебной кулинарии. Здесь, как вы видите, несколько направлений. То есть я рассказываю о своем житии и бытие. Что у меня получилось в жизни, что у меня не получилось в жизни. Заодно отвечаю на ваши вопросы, как могу. Что касается поучений, никаких я, ну, в смысле так, чтобы какие-то методики излагать. Все они изложены достаточно подробно и лежат на сайте. Выставлены. Можете бесплатно все это дело посмотреть, почитать. Ну, что еще хочу сказать. Я потихонечку движусь. Как бы сказать, накапливается разного рода материал. Долго я мусолил книгу Рогожкина «Энеология». Потому что к каждому новому витку знания ты как-то должен быть готов. Ты должен, ну, не то чтобы понимать. Вот должна быть готовность к тому, чтобы ты это мог понять. Вот, например, Блаватская, Блаватская, она очень тяжело для понимания. Потому что, как правило, человек не готов к постижению этих знаний. Тем более, они, знаете, не, как бы сказать, они написаны и все. Их никто не комментировал и никто особо не разбирал. По крайней мере, я не находил такого. Сейчас я занимаюсь дальше в этой области. То есть, я читаю такую книгу. Хотел вам достать. Ладно. «Эзотерическое церительство Алисы Бейли». Вот к этому я уже... И раньше пробовал там вообще читать, но она не пошла. А вот сейчас я чувствую, я уже к этому созрел. Чтоб что-то, что-то начать понимать. А самое главное, применять. Вот потихонечку я движусь. Знаете, прочитал различную литературу. Собрал библиотеку. Всякого рода. Вот я столкнулся с такой вещью, что существуют, конечно, знания, которые позволяют, как бы, перепрыгнув разного рода там молекулы, атомы, анатомию, физиологию, питание и прочей гимнастики, влиять на организм наиболее мощно, излечивать его, восстанавливать и влиять, омолаживающее даже. Это совершенно иной уровень знаний. Вот он меня потихонечку, как бы сказать, не то, чтобы интересует, он, возможно, интересует всех. К этому ты начинаешь чувствовать свою готовность. Что ты чувствуешь, что как-то созрел к этому. Ну, вот я рассказываю о том, чем я занимаюсь. Завтра я уезжаю на море, в Ольгинку. Там где-то я буду около, там, пяти дней. Значит, попутно я занимаюсь разного рода, там, видеосъемками. Изучаю видеотехнику, потому что у меня такая привычка есть. Можно купить, и я покупаю, действительно, дорогую вещь. И сразу же начинаю ее эксплуатировать. Толком не зная, как там она работает. Ее возможности. Поэтому сейчас я хочу разузнать возможности для съемки фотоаппарата Canon 5D Mark III. Ну, и что еще? Что еще? И попутно я буду. Возьму с собой еще книжку «Эзотерическое целительство». И буду ее потихонечку мусолить. Ну, вот этим я хотел с вами поделиться. Что все-таки, все-таки делаются вещи, дела. Канал растет. Ну, так, конечно, как хотелось бы. Ну, а все остальное, все остальное. Так же потихонечку там улучшается. Кое-какие машины ремонтируются. Кое-каких я езжу. Кое-что я отставил. Кое-что я буду делать. Ну, примерно вот так вот. Я хотел с вами поделиться. Разного рода у меня вот таких вот штучек полным-полно. Поющая чаша. Видите, какой космический звук. Хочется поработать со звуком. Интересная эта вещь такая. Но за многие вещи просто-напросто не ухватиться. Если хочешь достичь профессионализма, то этому посвящаешь какому-то одному предмету очень много времени. И на другие это практически не хватает. Хоть и хочется. Красивый звук. Доброго вам здоровья.